Здравствуйте, меня зовут Катя. Сегодня я познакомлю вас с винтовым скважинным электронасосом Вихрь SN90V, который еще называют червячным или шнековым. Скважинный насос предназначен для подачи чистой воды в бытовых условиях с большой глубиной. Максимальная глубина погружения данного насоса в воду 32 метра. Расстояние от дна до насоса должно быть минимум 60 см, а от поверхности до насоса полметра. Работа устройства в сухую не допускается, а температура выкачиваемой воды должна быть в диапазоне от 1 до 35 градусов Цельсия. Скважинные насосы бывают с верхним, нижним и срединным забором воды. Приборы с верхним забором воды закачивают более чистую воду, что обеспечивает длительный срок службы. На данной модели верхний забор воды. Цифра 90 обозначает высоту подъема от поверхности воды. При мощности 550-ваттного двигателя максимальная подача воды 25 литров в минуту. С подробным графиком вы можете ознакомиться в паспорте. Корпус у данной модели выполнен из нержавеющей стали. Длина кабеля 20 метров. На данной модели установлен резиновый обратный клапан, который не позволяет воде из шланга возвращаться обратно в насос. Но для водопровода с давлением более 2 бар он не подойдет. Необходимо будет установить металлический обратный клапан. Для начала откачки воды с помощью насоса можно прикрепить к выходной магистрали напорный трубопровод диаметром 1 дюйм или штуцер для шланга. Специальные крепления, расположенные на крышке насоса, необходимо вставить в металлический трос, с помощью которого можно погрузить, а после работы вытащить насос из воды. В избежание поломки нельзя поднимать и опускать насос, держась за электрический кабель. Опустив насос в воду, трос следует закрепить на скважине так, чтобы шнур питания был свободным. Перед первым включением следует подождать 5-10 минут после погружения электронасоса в воду. Для защиты системы от гидравлических ударов, возникающих при запуске насоса, рекомендуем установить гидроаккумулятор и реле давления. Ну что, посмотрим насос в работе? За минуту работы насос перекачал 20 литров воды. Для сравнения, это примерно 2 ведра. Обратите внимание, что по технике безопасности должно быть установлено автоматическое отключение сети при внешней утечке тока более 30 мА. Во время эксплуатации устройство не требует специального обслуживания, но если вы не используете его более 10 дней, необходимо слить из насоса и труб остатки воды, промыть и высушить. Следите за нашими выпусками, скоро увидимся, пока! Субтитры подогнал «Симон»!